Время близится к шести. На главном входе в театр играет музыка, и это значит, что считанные мгновения отделяют почитателей классической музыки и артистов от большого торжества, название которому – Январские музыкальные вечера. Начало важному культурному мероприятию, открывающему цикл торжеств, посвященных миллениуму, положил председатель горосполкома Александр Рогачук. У нас пока все получается. Прекрасная рождественская погода, настоящая. Прекрасный состав участников фестиваля и прекрасные зрители. Уверен, что все у нас получится. 31-й фестиваль, Январские музыкальные вечера объявлены. Открыл первый вечер оркестр Белтеля радиокомпании под руководством Александра Сосновского, исполнив овертюру к опере «Россини» «Сорока Ворона». Практически весь вечер коллектив не сходил со сцены. Музыканты аккомпанировали известным оперным исполнителям. В числе первых выступили представители молодежной оперной программы Большого театра России. Особой изюминкой январских музыкальных вечеров в 2019 году стало выступление артистов одного из известнейших театров мира – итальянского «Ласкало» Альда Капута и Джанни Манджардина. Их выхода публика ждала особенно. Исполнители такого масштаба в Бресте впервые. Приятным сюрпризом стало появление на сцене еще одного легендарного артиста, чье имя, а точнее фамилия, уже давно стали поводом для активного обсуждения. Брест в рамках январских музыкальных вечеров посетил музыкант, гитарист, племянник известного певца и шоумена Том Синатра. Виртуоз гитарист не только зарядил публику духом его родины. Это музыкант с особой харизмой, который умеет волновать сердца. Говоря в целом о фестивале Январские музыкальные вечера, стоит сказать, что это большая творческая площадка, объединяющая все лучшее, что известно мировому искусству в сфере классической музыки. Лучших исполнителей, лучших музыкантов, лучшие произведения всех эпох. За долгую историю существования форума на Берестейской земле выступило более 7 тысяч музыкантов и исполнителей из почти 40 стран мира. И границы эти будут обязательно расширяться. Он с маленького фестиваля классической музыки за 30 лет превратился в большой международный фестиваль. Благодаря Лиле Григорьевне, прежде всего, конечно, потому что она начинала эту идею. Ну и, естественно, тем, кто это продолжает. Поэтому это большое событие не только для Бреста, Брестской области, но и в целом нашей республики. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Дождь Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.